В этом видео я расскажу вам о концепции кейнсианского креста. Это один из способов анализов кейнсианской теории. Мы периодически сталкиваемся с ситуацией, когда равновесное состояние волового внутреннего продукта не оптимальное для него состояние. Экономика в этом случае находится ниже своего потенциального уровня и ниже реально достижимого уровня. Будучи сторонниками кейнсианской теории, мы можем поднять этот уровень потенциально ближе к полной занятости, каким-либо образом влияя на совокупный спрос, в этом видео мы проведем анализ кейнсианского креста, опираясь на наше понимание функции потребления. В первую очередь рассмотрим запланированные расходы. Мы увидим, что происходит, когда запланированные расходы отличаются от заданных параметров, то есть от реальных расходов. Мы уже занимались подобным анализом, но сейчас мы рассматриваем это в рамках планирования. Допустим, у нас есть запланированные расходы. Запланированные расходы. Теперь запишем составляющие совокупных расходов здесь. Итак, С — это потребительские расходы, плюс И — инвестиции. Нужно кое-что умножить. Под И я подразумеваю запланированные инвестиции. Это именно то, к чему стремятся производители. Я делаю различия между инвестициями, потому что если по каким-либо причинам совокупные расходы оказываются ниже ожидаемых, остается нереализованная продукция, и эти товары считаются инвестициями. Да, речь идет об излишках продукции, превышающих объем запланированной продукции. Если реальный спрос оказывается выше ожидаемого, нереализованная продукция поглощается. А когда она поглощается, происходит сокращение запланированных инвестиций. И получается сокращение всех инвестиций в этом случае. Поэтому я разделяю запланированные инвестиции и реальные инвестиции. Также мы включаем правительственные расходы и, наконец, чистый экспорт. Поскольку мы проводим анализ модели Кейсианского креста, необходимо сказать, что это очень упрощенная модель. Предположим, что при любом уровне волового внутреннего продукта или волового объема продукции эти показатели постоянно. Эти показатели являются постоянными при любом воловом объеме продукции или воловом внутреннем продукции. Конечно, это крайне упрощенная модель. Если бы нам нужно было отобразить эти показатели в сравнении с совокупным доходом, мы бы отобразили их прямой линией. Вероятно, запланированные инвестиции выглядели бы вот так. Возможно, что правительственные расходы выглядели бы вот так. На любом запланированном уровне они — внесистемные параметры, не зависящие от других переменных. Это внешний фактор. Предположим, что эти параметры устойчивы и не зависят от совокупного дохода. Тогда правительственные расходы выглядят приблизительно вот так, а чистый экспорт, вероятнее всего, так. Рассмотрим еще один фактор. Как я говорил, мы будем строить модель, опираясь на потребительскую функцию, которую мы рассматриваем как фактор, зависящий от совокупного дохода. Это потребление. Оно будет выглядеть вот так. Если угодно, я нарисую еще одну схему. Мы имеем совокупный доход, который мы рассматриваем как независимую переменную, а на этой оси покажем расходы. Мы моделируем потребительские расходы, как мы делали ранее, когда рассматривали линейную функцию потребительских расходов. Все, что мы изучили в прошлых видеоуроках, представляет собой линейную функцию потребительских расходов. И в зависимости от того, как вы их изображаете, все они выглядят примерно так. Они пересекаются с вертикальной линией в положительном значении, и у них положительный уклон меньше единицы. Сама потребительская функция выглядит вот так. А это потребительские расходы в виде функции совокупного дохода. И если задать функции все эти переменные, то кривая совокупных запланированных расходов приобретает следующий вид. Если добавить только чистый экспорт, кривая будет чуть выше, потому что эти показатели постоянны. В любой точке вы можете добавить параметры. Если вы введете правительственные расходы, кривая поднимется еще намного выше. А если добавите все параметры, включая запланированные инвестиции, получится вот так. Я нарисую это другим цветом здесь. У вас получится вот такая схема. Я начал с потребительских расходов и изобразил линейную функцию. Не обязательно делать так, но это сильно упрощает анализ кейнсианского креста, и сама схема выглядит как крест. Если вы вводите все показатели, которые мы рассматриваем как постоянные, вы получите схему совокупных расходов. Вот она. Вот эта линия – совокупные запланированные расходы. Нам известно из изучения экономических циклов, что, когда экономика находится в равновесии, воловой объем продукции равен совокупным расходам, либо совокупные расходы равняются совокупным доходам. На самом деле, в равновесном состоянии эти показатели равны. Мы можем нарисовать схему, которая покажет это равенство. Это будет линия с положительным уклоном, равным 1, где показатель у всегда равен расходам. Она будет выглядеть примерно так. И тут мы видим, почему эта модель называется кейсианским крестом. В этих линиях вы наметили запланированные расходы, а вот здесь – линия равновесия. Я ее называю так, потому что в этих точках доходы равняются расходам. Вот здесь доходы равны расходам. Доходы равны расходам. Обратите внимание на совокупные запланированные расходы. Вы можете рассматривать это как совокупный спрос, как функцию совокупного дохода. И именно в этой точке рассматриваемая ситуация в экономике находится в равновесии, когда расходы равны объему производства. Надо сказать, что на моем рисунке линия немного отклоняется. В идеале, здесь должен быть квадрат. Я попробую нарисовать получше, чем на этой схеме. Линия должна иметь наклон в 45 градусов. Вот так. Теперь лучше. И в этой точке экономика находится в равновесии. Это мне не нравится. Не очень удобно проводить анализ, но, надеюсь, что вы меня поняли. Вот так должна выглядеть линия, которая показывает, что расходы равны совокупному доходу. Так она пересекается с другими линиями. В таком случае уже легче объяснять, и вот тут Кисянский крест представляет собой интерес, как метод исследования разных экономических ситуаций. Вот это уровень равновесия валового внутреннего продукта. Что же происходит, когда по каким-либо причинам совокупный доход превосходит уровень равновесия? Давайте разберем эту ситуацию. Допустим, мы находимся в этой точке. Я выделю ее пурпурным цветом. Итак, мы находимся в этой точке. Назовем ее у1. Что же происходит в этой точке у1? В этой точке находится валовый объем производства, что то же самое, что совокупный доход. Вот здесь, в этой точке, мы видим запланированные расходы. Все это лишнее, нереализованная продукция, превышающая запланированный спрос. И отсюда возникают запасы нереализованной продукции. Экономика производит больше необходимого. Так появляются излишки производства. Производители не продают всю производимую продукцию, и производственные излишки отращаться на инвестициях. В таком случае, эти излишки необходимо учитывать при планировании инвестиций, чтобы понять, какими должны быть реальные инвестиции. Когда экономика находится в таком состоянии, производители восклицают. «Ах, производственных излишков получается больше, чем мы планировали. Мы не продаем всю продукцию. Нужно снизить объем производства». Естественно, на валовом внутреннем продукте это отражается возвратом в состояние равновесия. Что же происходит, когда ситуация ниже точки равновесия? Посмотрим на валовый внутренний продукт. Обозначим его здесь как точку Y2. Надо поставить нижний индекс. Не знаю, почему здесь с верхним индексом. Назовем эту точку Y2. Вот на этом уровне производства совокупный спрос превышает объем производства. Люди требуют больше товаров и услуг, и это называется дефицитом производства. Это означает, что потребители будут скупать запасы продукции, и существующих запасов и существующих инвестиций будет недостаточно. Можно взглянуть на ситуацию под другим углом. Запасы продукции будут сокращаться. Допустим, бизнес стабилен. У меня есть киоск, где я продаю лимонад. В моем запасе 5 стаканов лимонада, и я продаю 1 стакан в час. Если люди вдруг начнут покупать 2 стакана лимонада в час, мои запасы будут сокращаться. Вот как это будет выглядеть. Реальный объем производства ниже уровня спроса. Когда производители видят, что их запасы сокращаются, они говорят, нельзя, чтобы запасы товаров и услуг уменьшались. Будем производить больше. Под термином «запасы» мы понимаем товары, производим больше, а объем производства стремится к изначальной точке реакции. Надеюсь, вы кое-что поняли. В следующих видеоуроках мы будем использовать киенсианский крест при построении киенсианской цепочки рассуждений. Рассмотрим, что произойдет с новым уровнем равновесия волового внутреннего продукта, если изменить один из этих параметров.